Тогда позвольте начать работу нашей секции. Я просто напомню регламент нашей секции. До 7 минут доклад. Вопросы, наверное, сразу будем задавать. Я думаю, что на каждый доклад у нас будет до 10 минут получится. Вместе с вопросами и ответами. Я думаю, согласны с этим. Да. Ну и, конечно, попутно, как мне попросили организаторы, конференции, у кого будут дополнения в резолюцию конференции, можно будет озвучивать. Будем фиксировать эти предложения для того, чтобы я уже на заключительном пленарном мог, скажем так, доложить оргкомитету, чтобы мы могли внести уже дополнительную резолюцию. Но сегодня мы, как указано по программе, должны ввести вместе с Валентиной Щивеновной, доцентом кафедры Всемирной отечественной истории, этнологии, археологии, исторического факультета. Вот. И я думаю, что мы будем, ну, как-то так сменяться, да, по ходу работы нашей секции. Тогда давайте начнем, да, пожалуй, да? Нет никаких больше предложений, дополнений или, может, уточнений нету, да? Хорошо. Тогда Ольга Фанасьевна, профессионного заведующая кафедры истории общества, знания и политологии, исторического факультета. Пожалуйста, кандидат исторического факультета. Добрый день. Добрый день. Постараюсь уложиться в 7 минут. Пожалуйста. И уважаемые коллеги, уважаемые студенты, все, кто присутствует на секции, я хочу рассказать, ну, поставить проблему, да, об исследовании патистарной организации Ихутов 17 века, так как считаю, что вот эта научная проблема, она является одной из фундаментальных. К ней прикоснулись очень многие ученые, ученые 20 века, в предыдущий период, да, конечно, тоже, но вот я, кстати, ученые 20 века, и здесь присутствующий многоуважаемый Андриан Афанасьевич посвятил своей работе этой проблеме, и она, на мой взгляд, тем не менее, вот бесконечна, да. Почему она важна, почему она актуальна? Дело в том, что, как мыслили исследователи 20 века, такие как Георгий Прокопьевич Башарин, разговор об общественном строе Ихутов 17 века, он является системообразующим. То есть от того, как мы оцениваем его, зависит и статус народа, народов, проживающих на территории Ихутии, и вопрос о том, как все-таки мы будем расценивать процесс вхождения Ленского края в состав московского государства. Будущее наше, в конечном счете, я думаю, как политолог сейчас говорит, да, от этого будет зависеть, собственно, наша и гражданская позиция, и вхождение в состав большой российской нации, наше место в ней и многое, и многое прочее другое. Поэтому, да, это очень важный вопрос. Каким же был общественный строй, потестарная власть Ихутов 17 века? Почему ухожу от термина общественный строй? Ну, все-таки это больше так, советский термин, да, потеста означает власть. То есть мы с вами, конечно, все признаем, что властные отношения начинаются задолго до государственных, и у них существует, у этих властных отношений существует многообразие, и в том числе формируются какие-то определенные институты, институты социальные, властные, так называемые потестарные институты уже в первобытном обществе, в древнем обществе, и, конечно же, непосредственно перед формированием более высоких, таких, скажем, да, сообществ, появляются потестарные институты. Известны такие потестарные институты, как материнский род, отцовский род. Об этом писали историки подробно и разделялись в этом смысле на сторонников, скажем, матриархального происхождения материнского рода и на сторонников, скажем, связывали происхождение, существование материнского рода с полигами, то есть, наоборот, с матриархальным строем. Но в данном случае, наверное, это не столь важно. Мы с вами отмечаем, что к позднему Средневековью, в котором жили икоты, существование вот этих разноуровневых, линейджевых таких, линей, да, родов, оно говорило о статусах. Оно говорило о статусах. То есть принадлежность человека к материнскому роду или к отцовскому роду, оно имело статусное значение. Естественно, отцовский род выше, а материнский род, ну, нередко ниже, да. Далее существовала серьезная борьба кланов. Под кланами мы понимаем племя, иногда его называют джон, да, в якутской терминологии. И, соответственно, между большими кланами, которые вбирали в себя несколько вот этих вот больших родов, линейджей, вот между ними шла активная борьба в 17 веке, которую застали пришедшие сюда русские позы. И мы с вами наблюдаем, что вырываются вперед определенные линейджи и кланы. В том числе один из самых известных кланов – это клан Тегына, известные вам Тегыниды. И, соответственно, вот перед вами, нами раскрывается сложная, многоуровневая, многоступенчатая, получается, лестница, да, картина общественного строя, патистарного строя и кутов 17 века. То есть я хочу сказать, что когда казаки приходят сюда, они не встречают абсолютно аморсное образование, они встречают достаточно сложную систему, где существовало несколько опорных вот таких вот патистарных точек, мы их называем по именам витеров, ну, вот Тегын, Люгей, Мак, да, предположим, называемые по именам витеров. И эти опорные точки были зонами, собственно, патистарности и кутов. Это говорит о том, что власть активно формировалась, шел процесс формирования властных патистарных институтов. И с учетом того, что наши с вами предки были носителями все-таки, ну, скажем, тех культур, да, с которыми они, из которых они выходили, имели происхождение, сегодня это уже доказано, да, и с учетом того, что несли в себе вот эту вот историческую память о предыдущих исторических событиях, конечно же, мы, наверное, говорить о том, что здесь был абсолютно только родовой строй, наверное, неправильно. Поэтому, я считаю, надо продолжать наши с вами поиски в этом направлении. Ну, вот я, например, сейчас в данный момент несколько отошла от этого, да, и я думаю, что молодые исследователи должны подключиться, и призываю не бояться новых терминов, новых интересных таких, каких-то, ну, скажем, обозначений, критерий, потому что, ну, я все время предлагаю, и в своих публичных выступлениях о том, что надо уже, наверное, говорить о вождестве, и даже о сложном вождестве, да, но пока мы этот термин используем очень аккуратно, потому что это вопрос, ну, близкий, скажем, политическим. Вообще, когда вот шла борьба между двумя крупными историками 20-го, ну, ведущими нашими учителями, историками, это Башарин и Сафронов, вы знаете, Башарин феодальная, за феодальную точку, из-за того, что вот якуты были, жили в феодальном обществе, Сафронов, Зарова, Владимирович. Это шла борьба, на самом деле, речь шла о статусе народа. И вот я считаю, что Башарин Георгий Прохотович, он стремился приподнять статус народа Саха для того, чтобы показать его, ну, вот такой потенциал, да, скажем, экономический, социально-клонический потенциал, для того, чтобы показать, что якуты, вот они плавно вошли на тогда, в капитализм, тогда говорили, да, позже в социализм, и что, в общем-то, этот процесс был такой интегрированный. Вот. Не забывая уроков истории, уроков того, что преподнесли наши учителя, их полемика, я думаю, надо продолжить исследование в этом плане. И призываю к этому нашу научно-исследовательскую молодежь. Спасибо за внимание. Надеюсь, я уложилась, да, в эти 7 минут. Так, спасибо, вы уложились. Ну, давайте, я буду очень честной, да, потому что мне приходится частенько быть весьма дипломатичной, ну, у меня такая профессия, я политолог, особенно там во время выборов и так далее, да, это трудно. Я устаю иногда от своей дипломатичности, а вот сейчас я буду не очень дипломатична. Ну, мне кажется, что дело в том, что речь идет о цивилизаторской роли русского государства. То есть, если мы говорим о том, что люди находились в родовом строе, то есть практически в первобытной общине, да, то его цивилизаторская роль, естественно, повышается. Так, а если мы говорим, что люди жили в вождестве, и тем более в сложном вождестве, то тут все-таки, ну, немножко другие отношения, немножко другой контекст появляется. Вы меня поняли. Да, поэтому это вопрос несколько такой политический. И дело в том, что я считаю, что вождество, оно было, конечно же, не только у веков, но и у народов Сибири, впрочем. Ну, в общем-то, вы меня поняли. Все те территории, которые вошли в состав российского государства, это, получается, 16-й, 17-й века. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Пожалуйста. По докладу, я их напоминаю, да? Патестарный институт Якута в 17-й веке. Ну, поскольку вот от Ольги Афанасьевны прозвучал этот вопрос, да? Видимо, мы сейчас уже немножко в дискуссию переходим, да? Да, да. Вот этот термин, Джон, который мы сейчас хотим обсудить, в общем-то, он по русским документам, да, 17-й век, он не прослеживается, да? Поэтому применительно, да, вот к исторической действительности 17-го века его использовать сложно, да? То есть, как сказать-то, он же, вот филологи не дадут соврать, да, он же такое полисемантичное применение имеет сейчас, да, в современном выпуске языке, да? То есть, это не просто народ, да, как бы, да? Но Сергей Александрович Толкаров и другие вот наши калифеи, да, уже советская историография, скажем так, да, они пытались его, как сказать, применить к дефиниции, вот, в область, например, 17-го века, да, ну и так далее. Или там Кочнев, допустим, Дамьян Кочнев, наш выдающийся земляк, один из первых исследователей юридического быта и общественного строя, который тоже пытался это сделать, да, но для 17-го века это очень сложно сделать, да, то есть, имела ли она вот такое институциализированное применение, да, практики, да, протестарной политической практики, вот эта вот проблема наша. Ага, ну, хорошо. Андрей Анатольевич, вот я правильно рассуждаю или нет, вы же в этой области гораздо более такой специалист большой, скажем, по сравнению, ну, вот, как историк, как архивист и так далее, да, вот все-таки документы 17-го века, наш, ну, на самом деле, вот это должен быть для нас основной источник, да, вот эти документы 17-го века, во-первых, они не многочисленные, правильно говорить, да, их не так много, а во-вторых, там такой язык, причем язык своеобразный, на который накладывается ситуация, и там могло быть и искусственное принижение каких-то моментов, и даже что-то могли скрывать, сказать, я права или нет, скажите мне, пожалуйста. Они могли вот так субъективно, можно так сегодня говорить, о субъективности этих документов? Ну, вот я бы не сказал так однозначно, что мало источников, да, потому что вот какой критерий, да, вот использовать, много источников или мало, да, если брать вот относительную, да, какую-то меру, то, например, по сравнению с 18-го века, у нас по 17-го века даже больше таких источников, как это ни парадоксально, да, по 17-го века у нас вообще провален. У нас он чуть-чуть начало 18-го века присутствует, и заключительная часть 18-го века, а вот середку полностью, знаете, вообще, если бы не портфильный Миллера, то мы вообще не имели бы историю письменно зафиксированную для 18-го века. Поэтому я бы, если вот так мерить, то по 17-го века у нас довольно-таки, не скажу, что достаточно, но довольно-таки много, да, источников, они очень разнообразные, как говорится, да. А вот насчет интерпретации, да, вот, как вы сказали, ну вот, во-первых, кто записывал эти источники, кто являлся автором этих источников, это понятно. Либо были подъящие, так называемые, да, то есть профессиональные писари, да, которые иногда оказывались в составе отрядов казаков, и так далее, служилых людей, либо это были некоторые грамотные, служилые люди, да, вот. И понятно, что в силу своей подготовки они, то есть это не были профессиональные, скажем так, специалисты, которые должны фиксировать, да, допустим, какую-то вот информацию, да. У них же, как сказать, задача была простая, да, то есть надо было зафиксировать, у кого они взяли ИСАК, да, сколько взяли ИСАК, и все. То есть очень прагматично было. С этой точки зрения у нас даже преимущество есть при использовании этих источников, потому что эти люди, когда приходили в ту или иную местность, да, или там, где вот осуществлялся сбор, они, естественно, полностью подчиняли задачу вот фиксации на письме, вот именно этой цели. Поэтому все, что они увидели, все, что они услышали, записывали туда, да. Поэтому я думаю, что эти источники имеют большой потенциал, если их умело использовать, как бы, да. То есть для этого нужно продолжение развития той методики, тех вот археографических, да, методов, которые применялись в советское время. Я бы так ответил. Еще раз мы можем призвать молодежь к тому, чтобы изучать. Да, конечно, конечно. Материалов много, просто они ждут своего исследователя. Да, да, да. Я согласна с вами, Андрей. Спасибо большое. А, ну, я думаю, наверное, достаточно, да. Да, спасибо. Если нет больше вопросов или дополнений, давайте пойдем дальше, да. Я вот все-таки хотел бы, да, вот, если Валентин сегодня не возражает, да, может, я сейчас вам передам слово, да, с вашим докладом, да. Потому что у меня здесь пока техническая проблема возникла. Я хочу продемонстрировать свою презентацию. Можно, да, вам предоставить слово? Ага, хорошо. Хорошо. Ага. Ну, мое выступление, наверное, будет продолжением выступления Ольги Афанасьевны. Почему? Потому что я выбрала тему о пинороческом управлении в Якутии. Мы все, наверное, знаем, что одной из актуальных проблем, да, вообще является формирование в республике органов местного самоуправления. Да, оно меняется, но функции, статус меняет и так далее. То есть очень много вопросов. И вот в этом отношении истории пинороческого управления, да, в Якутии по уставу 1822 года содержит очень много поучительного, полезного. Поэтому опыт дореволюционного управления якутов, который стал, ну, был использован, наверное, да, был использован в какой-то мере 90-х годах 20-го века, когда формировался вот этот парад, ну, как мы говорим, суверенитет, да, система. Следует отметить, что органы и наводческого управления 19-го, начала 20-го века, конечно, не являлись местными органами самоуправления. Если попытаться определить их правовой статус, да, то можно, наверное, назвать их органами при местной администрации, которой являлось Якутское областное управление во главе, ну, с якутским, наверное, областным начальником, а с 1851 года якутским губернатором. Вот это, фактически, как раз вот эти органы и наводческого управления обладали очень большими властными полномочиями. Главным образом, потому что в якутских улусах они были, наверное, единственными органами, если не считать периодически приезда чиновников местной администрации, то есть якутских, да. Поэтому правовой основой деятельности органов и наводческого управления является Устав об управлении народцами 1822 года. Система органов и народческого управления, в принципе, состояла из трех степеней, да. Это родовые управления в Наслигах и народческие управы в Лусах. В 1828 году была создана, как вы помните, Степная дума Якутской области в качестве как раз вот третьей инородческого ступени. Инородческого управления обладала она хозяйственными функциями. Вот вообще инородческие органы формировались, конечно, посредством выборов или путем наследования. Это очень характерно для нас, да. На деле, наверное, надо сказать вот тут про вождество, вождество упомянули, да. На самом деле, избирались наиболее знатные и зажиточные народцы. Так, например, я бы привела пример. Это князца Алайчи, Алёринской тундры, да, Колымского округа, который тоже стал своего рода князьком, да. То есть, существует даже, как сабля, которая сохранилась до наших дней, да, о том, что его статус был принят самим императором, да. Вот. Якутские родоначальники за исполнение ими обязанностей, да, по управлению, вообще-то не получали вознаграждений. Это инородцы должны были нести так называемые внутреобщественные, наверное, повинности, которые шли на содержание инородческого управления. Кроме того, родоначальники самостоятельно собирали ИСААК и другие подати и сдавали их в казну. Это была, как бы, их функция, да. Да. Большую роль, если даже не решающую, да, инородческие начальники играли при разделе сенокосных земель. То есть, земельный вопрос. Это тоже существовало, да. Инородческие управы находились в тистое среди. Оно было в большей степени характерно для якутов, для народов, коренных народов севера, да. В большей степени оно, потому что там был своего рода, как ареал почивания, да, постоянный ареал почивания, в котором они и прожили, и жили. Вот. Инородские управы находились, естественно, в связи с местной полицией, да, и следили за тем, чтобы заключали вот эти договора с займами между купцами и якутами. Это тоже присутствовало, да. Вот. Очень интересным здесь, наверное, будет сказать, что как главным достоинством, да, является то, что вот этот инородческий суд, который был, он был доступен для всех жителей. Да, можно было доступность, его выражалось в том, что суд находился в самих обществах. Кроме того, производство было устным, и что было важно для негравотного якутского населения. Что касается народов севера, то они, у них своего рода, ну, как бы, суды или, как говорили, были внутри рода. Поэтому они никогда не выносили вот этот вопрос на куплю. Поэтому надо сказать, что вот суд, который существовал у якутов в XIX веке, да, он имел несколько недостатков. Но, несмотря на это, сыграл, наверное, большую роль в установлении правопорядка в Якутии. Почему? Потому что он повышал авторитет органов инородческого управления. В этом плане, конечно, было. Что касается, ну, как бы, письменности, да, вот, писарь, низкий уровень населения в делопроекте, она, конечно, сыграла роль. И нередко были случаи, когда писарь, он оказывался совершенно неспособным по своим обязанностям, да, и других населениях вообще не было, писарей и так далее. И вот это как раз и стало, ну, скажем, тоже сложным, наверное, да, характерной чертой деятельности как раз вот органов управления суда. Вот. В документах указывается, что они, старосты в большей степени, да, и князь, они злоботребляли, злоботребляли тем, что не выдавали деньги за перевозку казенных грузов. Кроме того, существовала еще такая, как незаконный сбор денег, языка, да, все это, в принципе, присутствовало, присвоение денег и так далее, да, недоздача, уплата языка и так далее. Но наряду с этим достаточно серьезное обвинение были среди вот этих, ну, скажем, управленцев, да, вот, народческих управленцев. В последнее время указывано то, что авторитет и влияние вообще старост или лидеров, зажиточных людей, да, в обществе был очень высоким, высоким. Ну, и, наверное, надо сказать, что инородческие органы обладали в якутских наследиях реальной властью. Однако отсутствие вот должной правовой рекламентации, конечно же, нередко приводило к злопотреблениям со стороны должностных листов. Что касается народов севера, то надо, наверное, упорудить о субболе юхагирского народа, который был, как один из образцов, наверное, да, формирования местного самоправления среди коренных народов, да, который в 90-х годах. Интересно, извините, у нас регламенты, а? Хорошо, все, да. Все. Главные какие-то. Ну, вот, таким образом я хочу сказать, что инородческие органы, они все-таки обладали реальной властью, реальной властью, да, но отсутствовала правовая, наверное, правовая регламентация. Вот это было, ну, наверное, одно из, наверное, критических моментов вообще упадка или, скажем так, вот это их... Вопрос, можно? Хорошо. Вопрос, пожалуйста. Надо сказать, что данная тема Валентины Акимовой не относится к нашей теме, к теме секции, потому что это не относится ни к государственности, к становлению, ни к происхождению народа Саха. Как бы я... У нас же секция о происхождении народа Саха и становлении государственности, а государственность у нас начиналась с периода революции, поэтому я не знаю, почему вот я слышу эту тематику. Ну, я тут, наверное, скажу один вопрос, да. Органы местного самоуправления, самоуправления, я же сказала вот на самом начале, что в 90-х годах 20-го века, когда в прияде вот суверенитета прошла, то у нас очень много, ну, как бы, ревнов пошли как раз вот и обратились, наверное, к опыту революционного управления. Это было. Это было относительно как раз вот инородческого, ну, как бы, формирования органов инородческого управления. Вот. И поэтому, конечно, местное управление, органы местного управления, они в какой-то степени не являются инородческим управлением, но, тем не менее, опыт его был применен как раз вот в 90-х годах 20-го века. Вот поэтому-то у меня вопрос как раз вот относится, тема как раз вот про инородческое управление в Якутии. Ну, Валентина Кинова, вот ваша тема не относится. Молодой человек, разрешите вопрос задать по теме. Раз организаторы включили в программу конференции, значит, она относится к теме этой секции. Можно по теме доклада давать? Да, еще какие вопросы будут, пожалуйста. Можно, Андреан Афанасьевич, Сардан Ильинишна Баякова? Пожалуйста. Валентина Семеновна, с интересом выслушала ваше сообщение, тем более я тоже занималась этой проблемой в своей докторской диссертации, но у вас несколько очень спорных, скажем так, есть выводов. Скажите, пожалуйста, на какую литературу вы опирали? Какую литературу вы изучали, когда готовили свое сообщение? Потому что работа очень много по этой теме. Ну, в основном это Эсперанский у меня был, да, работы. И работы Максимовой, работа, скажем, Алексеева. Я вот Антонова я смотрела, Егор Игоревич. Да, Антонова. Вот, на них я опиралась. Значит, а работа, самая работа классика не посмотрели, что ли, Михаил Михайлович Федоров? Нет, я смотрела. А с моими работами, с работами Андреана Афанасьевича, вы не знакомы, очевидно, да? Я как раз вот, у меня же есть несколько больших достаточно статей и докторской диссертации, посвященная уставу, вот как раз, то, что вы говорите. Устав по управлению. По уставу именно по отношению к малочисленным народам Севера. То есть, так называемой бродячей. И все-таки между тем, как было, значит, в том же уставе и потом дальнейшее, какие были попытки изменить этот устав по отношению к якутам и по отношению к коренным малочисленным народам Севера, они были различны. То есть, там изначально же уже в самом уставе было три градации. Бродячие, кочевые и недостаточно, так сказать, ну, по отношению к чукчам, да? У меня носились все. И говорить вот как-то все вместе, вы их сложили, это, по-моему, недостаточно корректно. Хотя бы по одному вопросу. Даже управление по отношению к якутам было трехзвенным, а по отношению к коренным малочисленным народам было двухзвенным тогда. И когда, это вот первое, и второе, поэтому, опять-таки, учитывались особенности. То, что, например, к якутам предъявлялись более высокие требования. К выборным, ну, вот начиная уже, по-моему, с 30-х годов, требование было, что они обязательно должны были быть грамотные, знающие русский язык. А по отношению к малочисленным народам Севера, сколько у них особенность была такая, требования к умению писать и так далее не предъявлялись. В основном уздоправление. И самое главное, вот вы сказали о том, что в основном родовая аристократия избиралась. Вот это было применительно только к малочисленным народам Севера. Специально искали среди них, пытались найти вот этого родовых начальников и так далее. Причем у них это не совсем хорошо получилось. А к якутам, и здесь я согласна и с коллегами, и, по-моему, еще Гоголев об этом писал, Петр Васильевич тоже, что и Андреан Анатольевич, по-моему, тоже, что как раз уставов управления народцев способствовал тому, что родовая аристократия, то я на так называю, стали вот постепенно уничтожать, именно введя выборность органов. Вот вы же смотрели сам устав, там нигде не написано. Он должен принадлежать и передается, ну, к родовой аристократии, и власть передается по наследству. Я просто попрошу, Валентина Семеновна, посмотрите, пожалуйста, еще работы «Более современной историка». Спасибо. Хорошо, все, спасибо. Спасибо. Уже как бы немножко постепенно пересли к дискуссиям, да? Еще есть какие-то выступления по докладу? Ну вот я просто пользуюсь, так сказать, все-таки я не соглашусь вот с первым вопросом, который был задан, да? Доклад не относится к нашей секции. Ну, напрямую относится, я считаю, потому что дело в том, что еще сам Николай Петрович Ерошкин, который вот изучал наш главный теоретик по истории институтов государственности, которые возникли на территории России, скажем так, он же, когда проводил классификацию всех институтов, да, он, собственно, вот, допустим, в частности, инороческие структуры, да, он в кое-каких работах даже относил к государственным структурам, скажем так, да? Поэтому, конечно же, даже с этой точки зрения, все-таки вот эта проблематика, она, конечно, имеет отношение в качестве вот истоков, да, потому что у нас в названии секции стоит не просто происходение, а развитие народа Саха, да, развитие государственности. Поэтому, конечно, та проблематика, которую затрагивает наш уважаемый докладчик, конечно, она имеет прямое отношение, да, как к истокам, да, становления государственности, да, у нас в этой пути. Вот, ну что ж, еще есть какие-то дополнения, вопросы? Может быть, кто-то хочет подискутировать еще, да, продолжить, да? Вот у нас дискуссия завязалась. Давайте по происхождению народа Саха. Вот, нет, мы сейчас должны обсудить доклад, собственно. Происхождение-то у нас, как сказать, еще будет, я думаю. Ну все, да, тогда перейдем дальше, пойдем дальше, да, с вашего позволения, да? Значит, ну вот сейчас я передам слово, значит, или не слово, а образы правления, хотя бы на некоторое время, довольно-таки не серьезно, да, потому что сейчас должен быть мой доклад, и дальше пойдем, да, а потом мы опять поменяемся. Пожалуйста. Доклад поставьте, пожалуйста, я сейчас подготовлю демонстрацию. Хорошо. Ага. Слово передоставляется. Да, Борисова Андреянов Васильевич, да, пожалуйста. Значит, ну вот приступая, значит, непосредственно к проблематике, которую я заявил, политика потестарной ситуации на среднем или позднем Средневековье, конечно, хотелось бы вначале условиться о терминах и источниках, да, по которым, в общем-то, на которых основывается мой доклад. Ну, понятно, что применительно к 17 веку и вообще к позднему Средневековью, конечно, следует говорить о потестарности, вот, потому что, скажем так, о государственности можно лишь говорить как о бестоках, скажем так, государственности, да, вот, а если говорить об источниках, то, конечно, для позднего Средневековья у нас, в общем-то, источников с одной стороны вроде бы имеются, как я уже сказал, да, это вот первые русские источники 17 века, а с другой стороны, в последние годы у нас появилось довольно много, причем массовых источников археологических, да, вот, в частности, вы видите карту, которая была опубликована в первом томе новейшей до истории Якутии, это вот карта с первого тома, здесь видна ареал распространения памятников так называемой кулунатарской культуры 10-16 веков, то есть здесь мы видим, что практически на данный момент основные памятники у нас расположены именно на средней линии, да, получается, вот. Далее, вот если мы перейдем, могут спросить, да, в общем-то, когда мы говорим о источниках государственности, значит, тогда по какому принципу и на каких институтах основывались, да, скажем, то, протестарно-политические институты, но здесь надо сказать, что мы здесь должны обратиться к широкому кругу, значит, обобщения, который связан с историей кочевнических народов, к которым, безусловно, относятся Якутия, несмотря на то, что Якутия относится, ну, к таежным, да, жителям, так, но мы знаем, что на территории Якутии есть немало мест, которые можно отнести к лесостепным территориям, и поэтому те закономерности, которые относятся к кочевническим народам, конечно, применил Якутия. И, как считают современные исследователи, конечно, акцент на фокус всех исследований в области политической истории кочевых народов и, в частности, пользуясь в Средневековье, конечно, группируется вокруг понятия Улуса. То есть вот это ключевое понятие, оно именно связано с кочевой культурой, потому что сколько в Улусах имеются такие признаки, как привязанность не к территории, а к населению, да, привязанность к личности, значит, кочевого правителя. И, кроме того, вот этот кочевой образ жизни, который, безусловно, присутствует, как скажем, начиная с древнейших времен, только у жителей, значит, евразийских степей и, конечно, частично еще в других областях, западной, восточной, центральной Азии. Но если иметь в виду евразийские степи, то это преимущественно, конечно, тюрко-монгольские народы. И вот, когда русские землепроходцы в самом конце, значит, позднего Средневековья пришли, значит, в пределы Якутии, то, конечно, они столкнулись с той организацией, которая существовала у якутов. И они вот зафиксировали, это все наши историки, начиная с Тукарева, да, Юновой, они зафиксировали больше 30, 35, по некоторым данным, до 40, значит, ясачных властей. И вот если проанализировать внутренние структуры и, значит, численность и другие параметры, то у нас на статус улуса претендует только 6, значит, властей. Это вот они здесь зеленым цветом показаны. Значит, на левом берегу это кандаласы, намцы, это частично, значит, бетюнцы, которые располагались по обоим берегам, да, и на правобережье 3 улусных объединения, это Барагонцы, Мегинцы и Хателинцы. Так, значит, если вот перейти дальше, следующий слайд видно, да? Как вот образовалась, как образовалась вот такая система? Дело в том, что в историографии длительное время, значит, возник и существовала теория, то есть эпоха, значит, распри, значит, воин, которые в советское время интерпретировали как эпоху, значит, военной демократии. Вот, то есть в суде якутов шли беспрерывные, так сказать, войны, междоусобные столкновения. Причем, например, Токарев в рамках его теории, он говорил, что в основном борьба шла из-за, значит, каких-то там обидных, личных, девушка, значит, спазбищ, значит, взаимный угон с кота там, да, значит, борьба за, значит, решение каких-то там экзагамных, так сказать, проблем, да? Вот. Ну вот если обратиться, значит, данным, например, языка, да, то мы знаем, что... Все-таки я считаю, что причины вот этих распри и вот этих междоусобиц, которые мы привыкли говорить по советской историографии, все-таки они имеют какую-то причину, да, определенную, очень такую фундаментальную, скажем так, да. Дело в том, что эти все, значит, междоусобицы, они имеют основанием этнокультурные особенности, вот, этнополитические особенности якутского общества, так. Здесь мы видим вот эту красную линию, которая делит все эти волости на так называемые аковищи, оковищи, говры якутского языка. Как это ни странно, вот русские землепроходцы, они столкнулись в 17 веке фактически единым, без диалектов языком, да, но были вот говры, так называемые аковищи, оковищи, да, которые, как считают наши ведущие специалисты, в том числе, например, Спиридонисей Севунов, да, Михаил Спиридонис Воронкин, считали, да, к сожалению, сейчас нет живых, они считали, что вот эти вот различия на говры, они имеют основание именно вот этногенезия якутов, происхождение якутов, да. И вот хотя в 17 веку якутский язык был взаимопонимаемый, единый, без каких-то существенных диалектов, но вот были говры, да, которые вот указывали на то, что между вот этими властями все-таки сохранялись этнокультурные особенности, которые проявлялись в языке. И поэтому все вот эти столкновения, которые происходили, казалось бы, бессистемные такие, да, хаотичные и так далее, на самом деле имели определенную тенденцию, да, то есть противостояние слоя между вот, ну, в данном случае, северными, да, группами и южными, да, вот, вот она четко видна. То есть эта линия, она основывается на вот гелектологических исследованиях тех специалистов, о которых я говорил. Так, если идти, то, значит, вот такая схемка есть, да. Ну, конечно, если посмотреть эти вот многочисленные источники 17 века, их множество, да, десятки, сотни документов проследить, да, но если говорить применительно к этим лусам, да, то мы видим, что однозначно, вот, например, на левобережье противостояние слоя между кангаласскими и намскими якутами, да, или, например, если говорить о правобережье, то очень четко прослеживается противостояние между кангаласскими и барагонскими якутами с одной стороны и вот барагонскими и мединскими якутами с другой, да, вот, ну и вот есть определенная тенденция, я считаю, что это соперничество между вот байгантайскими и барагонскими якутами с лидерством именно среди вот этого анклава, который я вот представил на предыдущем, да, слайде. И, наконец, если говорить уже о более поздних, так сказать, вот здесь вот еще одна. Нет, это не то. Значит, это я вот так и здесь, да? Вот здесь вот еще один слайд видно, да? Ну, это последний мой слайд будет видно, да? Последний мой слайд не видно. Нет, не видно. Не видно, да? Не видно, да? Ага, опять ваш файл только. А вот так? Видно, видно. Вот это уже более поздние материалы, это 1637-1639 годы. Я обращаюсь к эпизоду, который широко известен, поработал у того же Токарева, да, или Ионова. Это событие 1637-1639 годов, когда вот коалиция кангаланских, мигинских, нерюктийских, нахарских якутов, значит, так согласованно, организованно, организовали, значит, несколько вот таких походов против саланских и батулинских якутов, да? Мы видим, что вот эти две группы якутов, которые были разгромлены в результате этих событий, да, потом они обратились в жалобы якутскому приказчику Парфену Худареву для того, чтобы, ну, как сказать, выявить виновных и, так сказать, покарать их, да, и вернуть угнанный скот, скажем так, да? Вот эти два разгромленных, эти две разгромленных власти, они входили вот в тот северный анклав, скажем так, такой еще у Говора, да? Вот. То есть, я что хочу сказать в заключении? К приходу русских у якутов происходила какая-то вот такая, конечно, междоусобная, но очень организованная борьба между фактически двумя, значит, двумя группировками, да, даже не группировками, а альянсами, скажем так, да, и самыми яркими предводителями которых, с одной стороны, были барагонские якутцы, да, в голове с небезызвестным, да, Льюгеем, да, самым таким влиятельным, значит, князем, да, этого альянса. И вот, с другой стороны, Кыгынов, который возглавлял Конголаский и, соответственно, вот этот очень широкий альянс, да, ну и какова была причина этой борьбы, это понятно, если опять-таки обратиться вот к тем широким вообще, не вообще теоретическим, да, у кочевников, в общем-то, в нормальном состоянии это совершенно-таки дисперсные, да, группы, да, то есть для кочевого образа жизни самое главное в нормальном состоянии, как можно дальше друг от друга жить, даже дисперсно, как говорится, да, вот. А когда вот возникает потребность, прежде всего, это когда такое, допустим, давление из нее идет, да, или, допустим, как известно, кочевники были зависимы от пастбищства их, да, ну вот еще Лев Николаевич Гумилев и другие, вернадские, допустим, и другие великие, да, нашего специалистов по закономенности и развития политологических кочевников, они считали, что происходило, значит, усыхание и, наоборот, увлажнение степей, и, соответственно, ну, когда возникала такая необходимость, сразу возникали такие широкие альянсы, как бы, да, и улусы претерпевали трансформацию, да, от простейших однопорядковых форм, да, они разрастались до двух, до второго порядка улусов и, значит, огромных империй разрастались, как бы, да, вот улусы третьего порядка, я считаю, это были так называемые аномальные формы образования кочевников, которые в нормальном состоянии не должны были существовать, они возникали только в такие кризисные периоды, скажем так, да, и вот в 17 веке, понятно, больших таких усыханий не было у якутов, больших таких проблем не было, но самая главная проблема была это внешнее давление, как говорится, да, и в это время мы знаем, что две империи, да, это русское государство и Циннская империя начали свою экспансию в сторону вот, в том числе северо-востока, и вот это послужило, вероятно, причиной вот этих центростремительных тенденций, скажем так, да, вот у меня все, спасибо. Спасибо, если есть какие-то вопросы. Так, пожалуйста, вопросы. Андрей Анатольевич, меня слышно, да? Ну, пожалуйста. Вопрос можно, да? Вот, чрезвычайно интересно, я с такой большой радостью слушаю вас всегда. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот, а как, с чем вы связываете вот эти вот различия говоров, да, это вот какие-то разные генетические линии, или как? Ага, вот здесь, опять-таки, вот, если говорить о источниках, да, вот этих, как скажем, источников вот этой, как сказать, размежевания такого, да? Дело в том, что кочевая аристократия, да, когда решала вопрос о власти, она всегда опиралась на идеологию. А у кочевников идеология была простая, она была генеалогическая. То есть, очень чётко, во все времена, даже самые спокойные, любой кочевник, самый рядовой знал, кто у них хозяин, да? То есть, так называемый господский урод был всегда. Ну, по-якутски, тлойон уга, да, или там золотой урод монголов, там, ну и так далее. Вот у каждого кочевнического народа можно вот этот термин выявить, да? И получается, что, когда начинались вот эти вот центробежные или центроизмительные силы, то сразу вот вступала в действие вот эта идеология, да? И случайно же знаменитый Чингисхан, самый известный, вот, хрестоматийный образчик этого, да, он же изначально, когда даже находился в совершенно таком незавидном положении, да, то есть, когда он брошен со своей семьей, да, был ещё мальчиком, да, но, тем не менее, во всей степи знали, что он имеет права вот на власть, да? И поэтому ему оказывали содействие даже в самые вот кризисные, так сказать, периоды. И в конечном итоге он доказал, что он имеет право быть ханом, да, и поэтому вот произошло то, что произошло, да, в 1926 году. Ну, в данный период сахани были кочевниками, они были осёдными? Вот здесь я не соглашусь с вами, они были полуосёдными, полукочевыми. То есть, если по классификации Плетневой, Светлана Плетневой, ну, в советское время был такой тоже очень известный исследователь кочевников, у неё там три стадии, так сказать, кочевания она разделила, да, и вот якуты находились вот на второй стадии кочевания, полуосёдлых или полукочевых. Андрей Анатольевич, а всё-таки вот аканье-оканье, оно что-то, это идеологический характер, или всё-таки это вот? Не понял я. Аканье-оканье, с чем всё-таки было связано? Ну, здесь вот, как сказать, здесь, наверное, специалисты, да, по языку могут ответить на этот вопрос. Для меня историка главная констатация, что вот в 17-м году… Было разделение. В 17-м году было такое разделение. Они, может быть, и не осознавали этого, так, кто-то там акает, кто-то окает, просто у них происхождение было разное, да, и, соответственно, право на власть, да. Но здесь можно углубиться ещё в фольклористические какие-то вот изыскания. Да мы знаем, что все якуты себя осознают потомками Эллея, прежде всего, да. Но есть некоторые группы якутов, которые ещё и говорят о Могой-Бае, да. Есть даже некоторые группы, которые исключительно себя считают потомками Омогой-Бае, да. Вот вам, пожалуйста, пример генеалогической иерархии. Нам с ним. Нужно было доказать своё прямое, так сказать, процессоро с одними из этих патриархов ютусского народа. Барагонцы и Кангаласы откуда пришли? Ну, как, откуда пришли, в каком смысле откуда пришли? Ну, с этого, с южных регионов откуда они пришли? Или они пришли одним народом, или это были разные народы? Ну, здесь я сразу скажу, что якуты, как народ, они сформировались на средней линии, безусловно, да. Просто я хочу сказать, что вот эти южные, так называемые, группы, да, якутов, которые дали начало якутскому народу, они в различное время или оказывали влияние на обстановку на средней, либо, ну, проникали на территорию средней линии. Я просто хочу сказать, что предки барагонских якутов, например, или вот дюпсюнских якутов, или вот вообще вот тех групп якутов, которые вот к северному, до анклава, относятся, они, как скажем, гораздо раньше освоили территорию Якутии, нежели вот, допустим, кангаласские якуты, допустим, да. Вот здесь заключалась вот именно вот эта борьба, так сказать, за власть, да, то есть Югой считал себя, ну, скажем так, автохтоном, скажем так, да, то есть он считал себя вправе, да, иметь верховную власть, потому что он был потомком именно Омовой бая, да. Отсюда его такая ожесточенная борьба вот именно с Тиганом. Вопрос можно? Вопрос. Возможно такое, что, например, канглы, они пошли раньше, потому что они же, это древнее племя из Казахстана, они могли прийти раньше, а барагонцы могли прийти позже, когда это же, получается, племя Чингизит. А Григоев, возможно, считал себя Чингизитом, поэтому он не принимал требования Тигана, поэтому и было противостояние. Мы здесь с вами как бы в одном направлении говорим, просто тут речь идет о чем? О том, что речь идет не сколько о канглах, речь идет, значит, наверное, о копчакской среде. По мнению Анатолия Иначе Гоголя, которая была высказана очень давно, еще, наверное, в 90-х годах, в общем-то все связи якутского этногенеза, в том числе с канглами, они опосредованы через копчакскую среду, и они имели место, конечно, в позднее Средневековье, то есть, например, 13-14 века, скажем так. Вот по этой линии есть ли сопоставление именно с этой средой? Можно вопрос, Андрей Анатолий Анатольевич? Да, да, пожалуйста. А вот археологические данные есть о каком-нибудь утеснении, скажем, на тот берег, на Ильин-Энерге, вот с этого берега на тот, вот такие данные есть ли? Нет, тут как можно проследить? Никак не проследишь здесь. Сложно, да? Нет, конечно. Просто по археологическому материалу можно прослеживать какую-то традицию, допустим, вот в военном деле, допустим, или там какие-то экономические, так сказать, параметры, да? Или вообще вот, скажем так, политическую мощь, допустим, по тем или иным вот находкам, скажем так. Ну, мы ее обояснили, потом узнаем позже. Получается, барагонцы – это потомки бардегинов, которые были при Байкале. Ну, это проблематично, это, как сказать, доказать очень сложно. Очень сложно. У меня вопрос. Вот рассматривая время, заключались ли браки между вот этими группами? Да. И насколько часто? Ну, вот я в свое время в своем исследовании в середине 90-х годов на основе материалов, которые добыли несколько поколений наших советских историков, Сергея Ильич Анатольевича Токарева, Ольги Федоровны, Ионовой, Бахрушина и других, попытался сделать вот некую такую вот квестисценцию экзогаммных, да, или вот брасльных связей между различными якутскими вот властями. И получилось так, что там тоже очень четкая такая, как сказать, тенденция идет. Например, между канголасскими и мединскими якутами браков очень мало, практически нету, да. То есть это говорит о том, что канголасы и мединцы, они, в общем-то, осознавали свою общность, может быть, и какую-то отдаленную. Зато есть браки вот именно с представителями вот того анклава, да. Я даже знаю один зафиксированный, относящийся к нашей проблематике, теме брак между ареставратией Камриласского улуса и Намского улуса. В частности, значит, Намский, один из представителей Намска, знаете, взял в жону вот родственницу Тагина, да. То есть я считаю, что это был такой политический, так сказать, брак, скажем так, для того, чтобы вот намский якута, ну, по крайней мере, как сказать, ну, нециальную позицию заняли во время вот конфликта между барагонскими и канголасскими якутами. Вот в частности, да, есть такой факт. Например. Ну, это, как сказать, если сравнивать с другими, историей других народов, это в порядке вещей, когда между, даже враждебными государствами заключаются вот такие браки, династийные, скажем так. Это вот, как сказать, ничего тут такого нового нет, все так же, как и у других.